Такого внимания со стороны прессы к Приволжскому районному суду сторожилы не помнят. И несмотря на то, что в праздничном календаре День работников прокуратуры, прокуроров никто не поздравлял. Все внимание прессы главным действующим лицам первого судебного заседания в отношении бывшего регионального министра соцразвития Екатерины Лукьяненко. Впрочем, такого внимания к своей персоне не ожидала и она. Встречать такой прессы в каком количестве? Пугаете Приволжский район. В самом начале заседания один из адвокатов, их у Лукьяненко двое, обратился к суду с ходатайством о том, чтобы подсудимые разрешили пересесть ближе к защитникам. Наши подзащитные звонят место за столом, поскольку у нее рука сломана, она хочет... Запись вести? Вести. Ходатайство суд удовлетворил. И далее все заседание Екатерина Лукьяненко провела плечом к плечу с защитой и лицом к лицу с обвинителем. На оглашение материала в дело у прокурора ушло полчаса. Цифры, фамилии по версии обвинения оброк Лукьяненко получала с 2014 года. От подведомственных министерств учреждений брала не лично, а через посредника. Такса для руководителя соцучреждения по версии следствия 20 тысяч рублей. Всего же более чем за год, утверждает прокурор, набежала более 2 миллионов рублей. Своими действиями Лукьяненко Екатерина Анатольевна совершила преступление, предусмотренное частью 6 статьи 290 Главного Косройской Федерации. Получение должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, через посредника взятки в виде денег за общее покровительство по службе, совершенное в особо крупном размере. За получение взятки в особо крупном размере, будучи должностным лицом, российское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки. Но бывшее должностное лицо Лукьяненко с озвученным обвинением не согласилась. Вы не признаете? Нет, не признаю. Желаете высказать? Ну, я хотела бы высказать после того, как закончатся все обвинительные заключения. Адвокаты подсудимой вполне ожидаемо с версией прокуратуры не согласились. Предъявленное обвинение, на их взгляд, доказательств не имеет. Впрочем, это стандартный для большинства судебных процессов обмен репликами сторон. Далее настала очередь свидетелей стороны обвинения, но с очередью своей некоторые из них не согласились. Прокурору пришлось выходить из зала суда и почти за руку подводить свидетеля к трибуне. Скажите, пожалуйста, вы для Лукьяненко взятки передавали? Сколько раз, если передавали? В какое время? Не все сказали следователи. Это недостаточно. У нас непосредственно исследуются все доказательства. Вы обязаны отвечать на заданный вам вопрос. Его с обвинителем, потом защитником. Если возникнет необходимость и поступит соответствующая податка, тогда будет решаться вопрос. Сейчас отвечайте на поставленный вопрос. Вам задали вопрос. Встречаю у нас.